здравствуйте друзья доброе утро понедельник ну что у нас в пятницу была инаугурация и так собственно там у трампа не было особо времени делами заниматься президентский но сегодня вот будет как раз у него возможность до 1 день сейчас уже там час дня на том берегу этом побережье а тут вот тем не менее за выходные общественная жизнь тоже продолжала бить ключом в частности у нас вот есть теперь пресс-секретарь белого дома по фамилии пирс этот пирс возьми и скажи что церемония инаугурации собрала больше людей чем когда бы то ни было в истории это было и поле личные явки и по количество просмотров по телевидению да тут началась некоторая буря стакане такой торнадо такой небольшой потому что по телевидению смотрели 30 миллионов человек в отличие от 38 смотревших инаугурацию обамы первую а с точки зрения явки на первой инаугурации обама было не вдвое а более чем вдвое людей вот там как бы в качестве отмазки идет то что он сравнивал количество людей воспользовавшихся метро то есть он не по явке вот туда то есть он сказал что по явке но данные он брал по количеству людей пользовавшихся метро но тоже он это сделал как-то не очень аккуратно потому что он взял количество людей пользовавшихся метро за весь день во время инаугурации трампа и сравнивал это с количеством людей пользовавшихся метро на там 11 часов утра в день когда и на bardzo инаугурации обама и Ну и собственно метро не метро, там мало ли куда люди едут, но во всяком случае вот как-то такая вот вышла неудобная ситуация, но естественно извиняться он не стал, хотя в общем-то как бы с поличным и как бы очень смешной и примитивной там и все такое, сейчас не такое время чтобы извиняться, но тут вот тоже интересный момент, значит выступила член, очень заметный член команды Трампа, такая конвей, такая дама. Дама была раньше колумнистом в Fox News и потом вот значит так перешла туда в команду Трампа, она в 12 году написала некий бестселлер, который сейчас издательство сняло с продаж, потому что выяснилось что там, я боюсь соврать, 43 что ли серьезных заимствований, то есть плагиат. 43 места, где состоялся факт плагиата вот такими кусками, там я так посмотрел публикацию, где вот так оно в сравнение шло, очень-очень неплохо девушка прошлась там по чужим трудам, и вот эта девушка по фамилии Конвей, она защищала пирса вот этого и говорит, что он просто воспользовался alternative facts, альтернативными фактами, понимаете вот, то есть он говорил об этих фактах, то вот сколько народу пришло, но по телевидению он не пользовался альтернативными, там уже вот чем пользовался, я не знаю, из пальца высосал. Ну вот, да, что касается явки туда, значит, непосредственно на место, он пользовался альтернативными фактами в том смысле, что, ну, он говорит сам, что никогда в жизни не лгал, вот он говорит, я никогда в жизни не лгал, ну, тогда, что он получается дебил, это, это, конечно, снимает часть ответственности, некоторые требуют, чтобы он вот в отставку ушел, в отставку, потому что вот, ну, так, говорят, нельзя, вот так нельзя, ну, давайте пусть, пусть тогда Трамп в отставку идет, он, он тоже сказал, что он выиграл не только президентскую должность, но он и общие выборы тоже выиграл, то есть мы знаем, что он 3 миллиона голосов не добрал, но, по сравнению с Клинтон, но он говорит, что победил, потому что это же нелегалы голосовали, это если, да если побрать нелегалов, говорит, он так, я бы эти победил, это же все нелегалы, поэтому, ну, что ж теперь, кто соврал, так его в отставку, что ли, это, это, это просто непонимание тенденции современных, вот, поэтому, так вот, это даже скандалом нельзя назвать, я думаю, что пройдет какое-то время, на это вообще никто и внимания-то обращать не будет, ну, что там, подумаешь, там, собрал, кто там собрал, ну, собрал, вот, вот тут один тоже, мы знаем, на большой должности, говорит, это какие-то неизвестные люди, а в Энторге форму могли купить, и все, а потом выясняется, что, как бы, люди известные совершенно, и откуда форма, и откуда оружие, все известно, ну, вышло так, ну, что, извинился, что ли, кто сейчас, ну, вот, кто сейчас будет извиняться, тем более, они друг друга очень уважают и любят, в общем, такая у нас, получается, юмористическая викторина, вместо того, что мы привыкли видеть, скучное было раньше, время, там, ну, вышел и сказал, кто вообще, когда слушал, какой-то, какой-то там пресс-секретаря, а теперь интересно становится, вот, самое интересное, это реакция, вот, как же они там все реагируют, вот, что касается, каких-то таких больших кровопролитий, в смысле, действий по восстановлению государства в славном, так сказать, ряду, ну, в котором должны были восстановить государство, да, make America great again, вот, значит, в этом смысле пока что-то непонятно, ну, нет, ну, в один день тоже там много не сделаешь, во всяком случае, какие-то, какие-то шаги такие предпринимаются, но даже не знаю, пока по мелочи все, ну, с другой стороны, что там, полсутки, там, в пятницу, там, полсутки сегодня, значит, поглядим, а так, ну, для настроения хорошо, для настроения хорошо, я думаю, что у нас вот эти, все эти комедий-клабы просто потеряют, может быть, аудиторию, потому что, смотри, у нас вот тут, я помню, знаете, был такой старый советский анекдот, как, мужики сидят у телевизора, значит, там, ну, подвыпили, может быть, и, да, и там, что-то, какое-то действие происходит, потом диктор говорит, уважаемые товарищи, вы смотрели выступление генерального сектора ЦК КПСС, Леонида Ильича Брежнева, там, и так далее, и один говорит, ну, говорит, а ты все, Жванецкий, Жванецкий, говорит, вот, так что мы, как бы, анекдот остается снова актуальным, а так, смотрите, давайте я на погоду вас перенаправлю, о, у нас солнышко, хотя, вы видите, асфальт мокрый, тоже ночью ледло, вот, солнышко, прохладно, что-то с утра было, мне жена сказала, чуть ли не 6 градусов, но, ну, насчет 6, не знаю, 52, в автомобиле у меня датчик показывает 50 градусов по Фаренгейту, сейчас, сейчас делаем, минус 32, значит, 18 делим пополам, 9, но все-таки 9, не 6, да, это так, грубая оценка, Фаренгейт и минус 32 делим примерно пополам, ну, ну, не совсем пополам, ну, так, вот, смотрите, как у нас солнышко, просыпается Кремниевая долина и возвращается к своим делам, что и про нас тоже можно сказать, в общем-то, и мы тоже возвращаемся. я пытаюсь вспомнить, нет ли у нас на сегодня назначенных каких-то заранее съемок, мы собирались, мы собирались снимать, оп, видите, как камера соскользнула, ничего страшного, мы собирались снимать про Тойфл со Светланой, которая за эти выходные переехала из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, но на самом деле мы сняли это с ней, ну, как бы, в ночь, там, с субботы на воскресенье, поэтому я попробую подредактировать, что там получилось, потому что мы, поскольку редко с ней встречаемся, так, может быть, мы вышли за рамки, там, темы Тойфова, так, еще поболтали, так что я сегодня просто отредактирую ее, наверное, я надеюсь. Чего еще, интересно, у нас ожидает? А, нас все время спрашивали, там, часто спрашивали, а где же вот Таня из Донецка, девушка, которая в 16 лет выиграла в гринкарт-лотерею, к счастью, она уже тут своевременно успела закончить школу, и училась даже на втором курсе прикладной математики в, или Мехмат, я даже не знаю, в Донецком университете, вот, и она приехала, это было еще до всех событий, потом ее папа приехал, и мы с ней делали сюжетов несколько, но вот те люди, которые помнят Таню, и те, которые, может быть, уже задним числом посмотрели это видео, вот они все говорили, а где же Таня, покажите нам Таню. И у Тани была сессия, мы с ней созвонились, там, месяц назад у нее была, должна была быть сессия, которая заканчивалась 16 января. Она учится, девочка молоденькая, учится, и вот мы с ней вышли на связь, и договорились встретиться после сессии, после окончания сессии, что и произошло. Пока что мы сговорились на четверг. Она с работы придет, она все-таки работает и учится, вот, и после работы она придет, у нее в этот день нет занятий, и мы с ней заснимем интервью. Если есть вопросы к Тане конкретно, вы можете задать в комментариях вот к этому конкретному видео. Хотя я думаю, что это вряд ли там дело в вопросах, скорее всего, просто, как бы, желание посмотреть на человека, что стало с девочкой, вот, как она взрослеет у нас на глазах. Я тоже давно не видел, между прочим. Так что, мне тоже интересно. Вот я в предвкушении нахожусь. Еще мне говорили, что, а что там дождь и дождь, а чего это шторм, а чего это за событие такое. Ну, друзья, конечно, если вот, скажем, как я вырос в средней полосе, так сказать, российской, нас дождем не удивишь, то есть нас удивишь скорее засухой. Допустим, если пять лет не будет дождей, вот это будет удивительно. А то, что там, допустим, дождь пошел, даже сильный дождь, ну и чего. Или там день через день, и чего. Понимаете? Это правда все. Но это же, с другой стороны, на местности же события. На местности. Вот, я показываю то, что на местности события. Сейчас слева проехал такой маленький электрический BMW. BMW, да, говорят по-русски? BMW. Вот, их сейчас много стало. Вот можете отмотать чуть-чуть, если хотите. Вот он слева проходил по встречной полосе. Неожиданно, неожиданно много. Я не знаю, как-то вот я в прессе, не вижу ничего на этот счет. Вот, как-то так вот в заголовках не мелькает. Но их становится все больше и больше, и это заметно глазом. Так. Это что, тут пробка, что ли? Что мы так как-то едем, не едем? Едем. Ну и хорошо. Так что, если у вас есть идеи каких-то сюжетов, ну, я не знаю, вопросы, например. Я, с одной стороны, имею там где-то список 35, что ли, 36 вопросов. Но, с другой стороны, там практически нет вопросов, которые бы зажигали. Или там, скажем, побуждали к немедленному действию. Они, в целом, повторяют друг друга в значительной степени. Поэтому я, как могу, там, периодически откликаюсь. Но это сложно. Сложно, потому что опять о том же самом и снова, о том же самом и как-то, не знаю. То есть, понятно, что для человека его ситуация, это его ситуация. А не то, что вот такую же точно разобрали там для Васи из Магадана, а он, допустим, Петя из Хабаровска. Понимаете? И у него же совсем другая ситуация. Да. И, кроме того, когда пишут длинно, у меня уже не осталось коротко заданных вопросов. Все длинные. Один человек решил, он не то, что схитрил, он, наверное, искренне думал, что он задал короткий вопрос. То есть, он написал, вот, вот вы хотели короткий, говорит он, вот вам короткий. И написал короткий вопрос, буквально две строчки. Задав короткий вопрос, он начал объяснять все остальное. То есть, откуда вопрос, почему-то. И вот оставшуюся часть длинного вопроса, оставшуюся, он написал после того, как задал сам вопрос. Знаете, как интересно? То есть, обычно объясняют, объясняют, объясняют и говорят, а вот теперь вопрос. А здесь по-другому. Здесь другая технология. Он говорит, вот вопрос, а дальше объясняю, объясняю, объясняю. К сожалению, вопрос не стал короче. Потому что, если я его начну читать вслух, да, у меня меньше времени это не займет. И, в общем, сами понимаете, да, и зрителю тоже меньше времени не станет слушать, вникать там. Ну, короче, попытка задать короткий вопрос, так сказать, переставив частями вопрос и обстоятельства, не получается так, не проходит. Так что надо искать другие пути к задаванию коротких вопросов. Видимо, все-таки надо как-то вот попытаться коротко, коротко. Был у меня вопрос на четыре страницы, и человек ждал, что я отвечу. Я тоже думал, что я как-нибудь соберусь, но время идет, уже прошло больше полугода. Я думаю, я не смогу. Реально, я не смогу четыре. То есть, чтобы этот вопрос на форум повесить, на залив, у меня четыре топика заняло. Там по десять тысяч знаков каждый. Это авторский лист. Понимаете, что такое авторский лист? Вот, это книжечка небольшая. Я понял, что я не смогу на него ответить, и человек увидел, что я его убрал, и говорит, как же так, мы же вроде, что же случилось? И я говорю, я просто не смогу. Просто не смогу. К сожалению, я не то, чтобы мне там, ну, прочесть авторский лист. Даже не вслух, даже про себя. Ну, просто нет столько времени. Вот, так что... Знаете, как говорят, что задать вопрос, это уже половина ответа. Но вот в данном случае не получилось так, да? То есть, когда очень много, не получается. Я извиняюсь, я с удовольствием бы, и мне очень хочется отвечать на все вопросы. Но просто нет возможности иногда. Да, ну, хорошо, я думаю, что в класс мы приехали уже, вот тут вот слева. Видите, вот зеленая табличка вон та, вот слева торчит. Там может быть светофор загораживает. На ней написано Lusaltos Office Plaza. И там написано портнов Computer School. Вот это вот место прохождения службы моей. Так, сейчас 10.18. То есть, уроки начались. Наверное, паркинга у меня уже не осталось. Ну-ка, смотрим. Смотрим. Никто не знает. Никто не знает. Может быть, я сегодня... Ой. О, Анна Леонидовна. Так. Видите, как мы съезжаемся-то все. Так. Заезжаем за угол. Вот так, друзья. Так, друзья, и проходит жизнь за углом. Да. Ой, мама. Так, тут какие-то люди. Хорошо, мы тогда запустим сюда Анну Леонидовну. А я уже стану совсем за углом. Так. Вот и мне местечко-то нашлось. Вот, пожалуйста. Видите, как? За двумя углами. Вот так и проходит жизнь, друзья. За двумя углами. Все. Давайте я с вами попрощаюсь. А то скажут, вот, даже лица не показал. Я с вами попрощаюсь и отправлюсь на работу. Спрашивают еще, так вот вы сейчас звук пишете, это вы как пишете? Мы пока настраиваем систему. Ну, то есть, вот, мы провели испытание, как бы, уже внутри автомобиля. И там надо кое-что подправить. Вот, в настройках. Сейчас мы подправим. И дальше уже на больших расстояниях, когда мы будем с двух микрофонов работать, вы услышите. Счастливо. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»